Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Хорошо. Я должна была принять решение мгновенно. Ребёнка невозможно было спасти. Никак. Впрочем, я всё это вам говорила по телефону. Извините. Вы ни в чём не виноваты. Лена, а как она себя чувствует? Общее состояние удовлетворительно. Я могу к ней зайти? Нет, не сейчас. К сожалению, это не первый случай в моей жизни. Она не хочет никого видеть. Просто постарайтесь понять её. Спасибо. Передайте ей, пожалуйста. Ну что? Хорошо. Можно? Заходи. Нина Викторовна, результаты после операционного обследования солей. Бедная девочка. Бедная девочка. Бедная девочка. Бедная девочка. Диана Викторовна, результаты послеומרного обследования рекламного обследования�we. Бедная девочка. Поехали. Я буду с вами предельно откровенной. Вы больше никогда не сможете иметь детей. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А что, доигрались в шпионов? Да кто ж знал, товарищ полковник, что он... А надо было знать, Валюш, надо было. У нас работа такая. И то, что враг может оказаться хитрее, это для вас откровение. Виновата, товарищ Кирилленко. Это Соболовский был для нас единственным шансом выйти на этого тарня. Вот таким вот тоненькой ниточкой, которую мы взяли, так и оборвали бездарно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что там? Все хорошо, передаваю привет. А у вас? У вас? У нас все как всегда, ничего хорошего. Есть идеи? У меня нет. А у вас? Хотя почему нет? Есть. Насколько я помню, в деле Овсянникова была только копия протокола допроса. Шабловского. Так. Фотографий, ведь, там не было. То есть ты хочешь сказать, что Тарни не знает Шабловского в лицо? Нет. А ведь точно. И если Тарни, мы грамотно подсунем своего человека. Совершенно верно. Здесь, конечно, рискованно, но... И кого ты хочешь отправить? Мы с тобой не подходим по ряду причин. Ну что, вполне, может быть, и по возрасту подходит. Только заковыка одна есть. В химии я шузаец в арифметике. Ну, со школы как-то не завадил. Ну, с этим мы разберёмся. Надо будет, мы из Москвы учителя вышли. Да, с химии-то это понятно. Но самое главное, как нам тебе ножом-то переправить? Действительно, как? ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Петрович, погоди-ка, ты в разнарядку на карьер Корякина поставил? Он же вот в казняках. Он не будет работать. И что? Мне его теперь на минеральную воду отправить? Не будет работать, вот пускай охрана с ним разбирается. Чего ты злой-то такой? Да погоди ты! Дим, как жена? Как Яна? Ну, все так же. Извиню, у меня попутка в город. Я попастаю. Да. Здорово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Простите за вторжение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я надеялся, вы через час придете, как мы договаривались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дело делается. Но, к сожалению, сейчас перевести Шабловского за пределы лагеря на другую работу не получается. Вот как. От чего же? Шабловский сейчас болен. Он в санчасти. А я надеюсь, ничего серьезного? Нет. Простая инфекция. Скоро его поставят на ноги. И, кстати, что касается его учетной карточки с фотографиями, они не в моей конторе. Поэтому нужно время, чтобы все организовать. К сожалению, у нас нет времени ждать. Я обещаю, что в течение недели я все достану. Надеюсь, вы дадите мне аванс, как договаривались. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пошли. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Да? Не помешаю? Нет, конечно. Проходите. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сергей Александрович. Хотите чаю? Я мигом. Нет, спасибо. Вы сейчас близко общаетесь с Леной? Да, можно сказать, подружились. Мне нужен ваш совет. Как себя с ней вести сейчас? Сейчас с ней надо очень аккуратно. Трепетно. Трепетно, можно сказать. Трепетно? Трепетно – это не про нее. Но она же все-таки женщина. Согласен. Сам всегда я ей об этом говорю. Только она меня не слушает. Конечно, я во всем виноват. Надо было жестче с ней быть. Ничего бы этого не случилось. Это случилось, потому что работа у нас такая. А что касается жесткости, ну, Лена такой человек. Всегда сделает по-своему. Да, это точно. И сейчас вот скрывается от меня. Не видит, не слышит, не хочет. Я с ней поговорю. Аккуратно. Трепетно. Спасибо большое, Вань. Спасибо. Трепетно. Пока в приемную несите, там Федотов осмотрит. Настя, добрый вечер. Могу я сейчас пройти к жене? Она только уснула. Приходите завтра утром. Ей очень-очень нужно отдохнуть. Угу. Боли начали немного отступать, но, боюсь, это ненадолго. Это должно помочь. Морфин? Да, я же сказал, что достану. Ну, как же я объясню? Ну, не надо ничего объяснять. Просто делайте ей уколы. Вот и все. Ей же колет что-то, верно? Вот и делайте. Только никому ничего не говорите. Уберите деньги. Послушайте, у вас есть дети. Вот и прекрасно. Купите им хорошей еды. Дети должны жить лучше, чем мы. Это ведь такое счастье. Яна так хотела детей. Только этого никогда не будет. И Яны тоже скоро не будет. Яна будет очень рада, если кому-то из детей станет немного лучше. Я же говорю, приходите утром. По ночам посещений нет. Ну, передачку-то можно? Тут здесь пару яблок и морс. Яну Смольна, передадите? Да что мне с вами поделать? Передам. Спасибо. Пойдем. Впечатляет. А что это было? В папиросе битфортов шнур и аматул. И тротилами, и тротамуни. Немножко не то, что нам нужно. А что вы, собственно, хотите? Нам нужно обучить товарища Будничного изготавливать компактную взрывчатку большой разрушительной силы. Из подручных средств. Назовите формулу серной кислоты. Азотной. Вы вообще знаете, что такое молекулы? В общих чертах. Нам не нужна теория, нам нужна практика. Невозможно перейти к практике, не знаете он. Мой друг Боря Лесберг не знал нотной грамоты совсем. Но кроме того, что он феноменально играл на балалайке, он умел играть еще на двенадцать инструментах. Вот научите, пожалуйста, товарища Будничного играть хотя бы на одном. Играет музыка ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Другую срывчатку изготовить, но не этот вот пироксилин. Убедит, что им нужно именно это. Хотя, может быть, мы их раньше возьмем. Да, и не придется ничего делать. Да все равно учись. Да, по поводу хлопка я распорядился. У Тарни не будет с ней проблем. Давай. Ой. Я не сплю. Здравствуй. Здравствуй. Глупость, конечно, предрассудки, но я прям чувствовала, что мы вот-вот увидимся. И снилось-то мне опять же. Слава Богу. Какому Богу, Валь? Опять куришь? Хорошо. А как думаешь, а если бы он на меня упал, он мне рядом сдохнет? Да, сейчас тоже бессмысленно. Только ноги переломаю. Да, сейчас тоже бессмысленно. Только ноги переломаю. Действительно. Зачем ноги ломать? Давай сразу, чтоб наверняка. Вправда, история про летчика, помнишь? Что ноги отморозила, он на протезах теперь летает. И ты давай. Пожалуйста, не сдавайся. Сергей тоже страдает. Ничего. Рожаешь ему еще целую песочницу, Лена. Ну. Не получится. Я больше не смогу иметь детей никогда. Лена. 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 Ех, такое преимущество. Да, 말씀이 фотка! Лена. Хлоп Мол... Ну, что у тебя? Все подтвердилось. Жена Смолина действительно тяжело больна и находится на медицинском лечении. Полученный морфий он передал медсестре. Думаешь, ему можно доверять? Может, да. Думаю, да. Дурак, что ты думаешь. Никому нельзя доверять. Особенно русским. Продолжать наблюдение? Нет. Продолжаем. Можно сказать, что это госэкзамен. На этот раз он все сделал сам. От начала до конца. Не только взрывчатку, но и в адскую машинку сыграл. Получится? Надеюсь. Хотя и это будет чудом. Слишком мало времени было на подготовку. Ничего. Он парен способный. Он парен способный. Ну что, дадим фрица прикурить. Лихо долбануло. Ну что, профессор, сдал я экзамен? Все-таки, как можно убежать с территории лагеря? Да никак. Майор, вот давай без лишнего кокетства, а? Должны же быть лазейки. Повторяю. С территории лагеря ни один побег не был осуществлен. Попытки были, но все уже в могиле лежат. Кроме того, Зэке в момент его просчитает, что он подсадной. И прирежет. А если его одного на зеленку определить? Нет. Одиночный побег. Сразу возникнут вопросы у диверсантов. Почему один побежал? Почему вообще сейчас побежал, когда понадобился? Может все-таки зэков подключить? Пообещать послабление, двойную байку? Урки на сотрудничество с администрацией не пойдут. Им западло. А если даже и согласятся, доверять им себе дороже. Выкинут какой-нибудь фортель. Да, а те, кто побежит к нашим псевдошабловским, универсанты за ненадобностью кончат. Да и черт себе! А если не кончат? Мне потом под трибунал идти? Что, я сам бандитам побег устроил? Под нашу известность. Простите, товарищ полковник, но всякое бывает. Вдруг что-то не по плану пойдет, или вы свои обещания забудете. И придется мне одному по закону военного времени. Я пойду кислорода подышу. Вдруг. Я пойду кислородам. Вдруг. 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 Давайте, я вам помогу. Да не надо. Сама управлюсь. Давайте. Из-за ноги, что ли, меня пожалели? Да я уже приноровилась. Нет, не из-за ноги. Одна не сподручена. Я тоже думала, что одна останусь. Кому я такая нужна? Котике своему на фронт писала. Мол, так и так. Смотри, сколько от меня осталось. А новое, видать, уже и не вырастет. А недавно от него ответ пришел. Пишет, что любит все равно. Сказал, как вернется, распишемся. Любит. А может, просто с жалостью. Что с вами? Вы сильная женщина. А не время нам, бабам-то. А сейчас мы кроту-то разводить. Поэтому зубы сцепила и вперед. Спасибо. Ну что, Скворцов, удиви командира. Подъем, Скворцов. Я еще не удивлен. Давай, Скворцов, летай. Извини, все забываю, что ты не курящий. Я тут подумал. Может, столько узлов навязали вокруг этого дела. А давай не будем будничного внедрить. Выследим и возьмем это в эту армию. А его люди останутся на свободе. Уверен, что не вся его группа здесь. Ну ладно. Без головы ушать не так опасно. Переловим. Аккуратненько, Скворцов. Ну что, Скворцов, не удивил. Что-нибудь еще? Давай, вставай. Продолжим? Давай, Скворцов. Можно? Хорош, Скворцов, надо взять на карандаш. Можно. Семья. Не устал он лежать? Может, не вставать лучше? О, пыло. Ой. Что это? Мишка, Скворцов, ты чего, тебе плохо, что ли? Мишка. Ох, ты ж мамочка моя. Скворцов, вот за глядь. Спасибо, лейтенант. Ты куда, Ферюк? Валя, можно вас на секунду? Как она? Я не… Ну, вы живете вместе. Что с ней происходит? Сергей Александрович, прошу вас, не задавайте мне никаких вопросов. Я не могу ничего сказать. Это очень личное. Пусть она сама расскажет, когда придет время. Простите. Поехали, Володя. Будь здрав, Дмитрий Петрович. Я тут в архиве был. Ты, говорят, дела по второму отряду заказывал. Держи. Спасибо. Сколько отказников сегодня? До сорок два. Все авторитеты. Смотрящие за отрядами, ну и чалые со своими. Понятное дело. Ну, сорок еще терпимо. Угу. Сбивай бригады, выводи всех возможных из больнички. Угу. Понял. Закурить есть? А, вот. Держись. Благодарю. И вторую. Занушко. Ну, будь здоров. Угу. 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 Повернись. Угу. Проходите. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Проходите. Подполковнику Собурову, по вашему запросу установлена личность диверсантки из группы Тарни. Линда Рова, 1909 года рождения, уроженка деревни Керикюля, Гатчинского уезда Санкт-Петербургской губернии, агент Абвера, псевдоним Дита. Закончила Вихульскую разведшколу, в декабре 1942-го была прикомандирована к разведотделу 20-й горной армии в Раваниеме под командование полковника Отмана. Снайпер, радист, в совершенстве владеет навыками диверсионной работы в глубоком тылу. Подполковник Собурову, срочно. Так, Собурову. Проходите. Вот, здесь все, что вы просили. Завтра я определил Шабловского на карьер. Можете его там взять. Продолжение следует... Соедините меня с отделом СМЕРШ. Слушаю. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На какой именно? На дальней. Что только-только начали разрабатывать седьмой сектор, недалеко от речки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдут три бригады. Пятнадцать человек вместе с Шабловским. Четыре человека охранника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все в порядке? Могу тогда я попросить полный расчет? И на тех охранников, которые в нужный момент отвернутся в сторону. Все в порядке. Я свое слово держу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо было их сразу брать, как только в квартиру вошли. И заканчивать этот спектакль. Мы же договорились, если Тарни придет сам, Смолян откроет форточку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Срочно. Теледрама, товарищ Собурова. По рисунку роженицы удалось определить личность подручной Тарни, участвовавшей в захвате скорой помощи. Это дирижерсант Ленда Рова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приготовились. Мы не можем сейчас брать. Уйдет. У них есть второй командир. Сорвемся операцию. Отбой. Сам отбой. Уйдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На шее наблюдаем две незамкнутые транскуляционные борозды. Одна в обхват с давлением от затылка, то другая, чуть более поздняя, вот едва заметная, вот здесь. Задушили, а потом уже под потолок. Да, не особо думаю, как скрыть истинную причину смерти. Спасибо, квитан Свободный. Рад был помочь. Почему он так грубо сработал? Либо Тарни не знает, что мы в Камдалакше прорабатываем Шаболовского, либо таким образом он нам передал привет. Парни, жалко. Черт, это наша вина. Говорил же. Ну, мы могли сорвать операцию. Брать Тарни не было смысла, если РОВ остается на свободе. Да, и фотографию будничного. Квартиры не нашли, значит, они клюнули. Надо по поводу его жены как-то распорядиться. Я все сделаю. Сережа. Здравствуй, Лена. Здравствуй. Как ты себя чувствуешь? Надо поговорить. Я хочу вернуться на работу. Честно говоря, мне и тебе не хватает. Да и в группе тоже. Я больше не смогу иметь детей. Ну, глупость. Все закончится, ты выздоровеешь, мы едим Ленинград. Ты меня не слышишь, я больше никогда не смогу иметь детей. Поэтому не будет никакого Ленинграда и домика в Крыму, ничего не пойдет. Собор, ты будешь прекрасным мужем, отцом. Женщине, которая будет рядом, очень повезет. Я не могла лишать тебе возможности быть счастливой. Лена, я… Не надо ничего сейчас говорить, я уже все решила. Оставаться вместе из жалости, станем для нас обоих каторгой. Закончим сейчас, а по возвращению в Мурманск, я попрошу о переводе в другую группу. Ты все решила за нас двоих? Я в вашем полном распоряжении, как офицер-специалист, товарищ подполковник. На этом все. Лена. Пожалуйста, отпусти меня. Я тебя уже отпустила. Игорь. Игорь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Веселей копытами! Не проснулись еще? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давай живи! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот здесь работаем. Стоять! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тебе посчитать? Раз! Два! Догай за ним! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Походим за мной! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Подъем! Вертухаев! Давай, лягоши! А я-то думал, я вас зашибу, товарищ капитан. Нормально. Гояйте! Простучите! Молодцы! Мигаретку угостите! И у меня, знаете, девочки, мы корабль вернёмся получше. Я так понял, я со слева. Гаретку дайте. Пусть я в форме оставил. Да, упакуем. Давай! Уважаемся. Пойдём. Да, ветка в глазки попала. Алиха, мы вас пришучили. Надо было там что-то делать. Я командир. Папиротки, угостись! Вообще, красавцы, хлопцы, слов нет. Отличная идея. С классными подронами. Всё как надо. Мы взяли, его ведут. На северо-восток. Ну? Давай. Привол. Освободить. Кто вы? Руки! Оружие на землю! Здравствуйте, Андрей. Опустите оружие. Мы пришли специально за вами. Вы назвали меня по имени? Вы знакомы? Я потом вам объясню, что здесь происходит. Сейчас нам нужно отсюда убираться. Очевидно, за вами организованная погода. Или выходите обратно в город. Что-то я вас не пропоминаю. На память я не жалуюсь. Да хорошо. Я очень рассчитываю на лучшую память. Так вот с нами. Вперед! Это в Орбай-луб. Я не могу. На память я не вернулась... вон вы! Я не вернулся. Субтитры создавал DimaTorzok